Я Алексей и это программа День Люди События. Специальный выпуск посвященный митингу за референдум по поправкам в Конституцию. В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает. О том, что согласованный митинг прошел спокойно, сообщил в Твиттере один из его организаторов, лидер Левого фронта Сергей Дальцов. По его словам, на акцию протеста на Суворовской площади вышли более 3000 человек. Одним из главных требований являлось проведение голосования по каждой поправке отдельно, а не по целому пакету сразу, заявил он Интерфаксу. Помимо этого, митингующие выступили за внесение в список ряда других поправок, в том числе о национализации недр и природных ресурсов, возвращении прежнего пенсионного возраста и прогрессивном налогообложении сверхдоходов. Как сообщалось, в Архкомитет митинга вошли Левый фронт, Партия Дела, Движение Новороссии и Другая Россия, Объединение Перевозчиков России, ряд других организаций. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что пришли! Здравствуйте, красные патриоты! Здравствуйте, русские националисты, национал-патриоты! У нас нет другого выхода сегодня, кроме как выходить с протестами. Потому что что прикрывают вот эти вот трюки с поправками, а то, что впереди нас ждет мрак. Помните фильм «Ночь над Чили»? Сейчас ночь опускается над Российской Федерацией. Что нас впереди ждет? Нищета, безработица, рейды вот этих налоговых баскаков, которые уничтожают наше предприятие и не дают работать. Нас ждут репрессии. По 18 лет вот ребятам, которые вкатали только за разговоры, когда авторы многотриллионных хищений, они ходят на свободе. Вот что нас ждет! Ночь! И против этой ночи мы должны сегодня выходить и протестовать. Мне говорят, зачем митинги? Так митинги – это альфа борьбы. С них надо начинать, показывать, что нас много, что мы не бараны, что мы не сломлены, что мы достойны памяти своих великих русских предков. У меня тоже есть вопросы к этой Конституции. В конце концов, принимали в 93-м году на крови русских, красных патриотов, державных патриотов, национальных патриотов. Ну теперь я эту Конституцию превращаю в черт знает во что. Я считаю, что мы должны потребовать полноценного референдума, а не некого опроса. Мы должны добиться того, чтобы наш народ, а не кучка каких-то растущиков, сырьевиков, пирщиков и криптократов была здесь властью. Мы здесь власть, мы создавали державу. Хотя Российская Федерация – только кусок моей родины. Моя-то великая Россия, Днестра, от Камчатки до Днестра простирается. За что я сюда выхожу? За нас, на новый курс. Это не только новая индустриализация. Нам нужны заводы и фабрики, как сырьевая страна. Мы не проживем. Нас заталкивают на роль сырьевого придатка, где мы будем выбирать. Новый курс – это все, что направлено на возрождение моего великого народа. Прежде всего русского, которого в Конституции как бы и нет, и других коренных народов нашей великой страны. Мы хотим достойной жизни. Мы хотим рабочих мест. Мы хотим будущего для наших детей. И это будущее должно определять не кучка криптократов, не кучка сырьевых, я не знаю, грызунов. А мы с вами, как на великий народ великой страны, наши деды. В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы. Наши деды и прадеды когда-то задавили вот эту немецкую, нацистскую гидру. Так и мы должны сегодня добиться новой великой победы. За новое 9 мая, друзья мои, за новую великую победу. Новый курс – национальное и социальное возрождение нашей страны. Мы победим, товарищи! Ура! Ура! Ура!